Сегодня мы с вами поговорим о хранении домашнего вина, о мифах, которые с этим связаны. Ну и также вот эта бутылочка здесь стоит не просто так. Мы ее сегодня откроем, мы ее сегодня будем пробовать. Это вино Зилберус Кирани Симоне, урожай 21 года, сделанное по определенной технологии. Про эту технологию я тоже пару слов скажу. Итак, начинаем. Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству. И виноделю зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь и винодел по призванию. С нами все это понятно и доступно. Итак, что мы знаем о хранении домашнего вина и что чаще всего можно услышать? Домашнее вино хранится плохо, домашнее вино вообще не хранится, домашнее вино через некоторое время превратится в уксус. Для того, чтобы вино хранилось, его надо закрепить. И так далее и тому подобное. Почему вообще пошли эти мифы? Дело в том, что словосочетанием домашнее вино называется очень широкий спектр напитков, часть из которых не имеют к вину вообще никакого отношения. Потому что вино – это напиток, полученный путем брожения из виноградного сока. В воде вине не место. Те, кто считает по-другому, пожалуйста, считайте, ваше право. Но вода – это вообще не про вино. Тем не менее, вот эти мифы как раз-таки появляются потому, что существует такое вот, ну, не знаю, со времен, может, сухого закона, да, может, еще чего-то, когда людям просто надо было выпить, да, и поэтому делали вино из чего угодно и как угодно, придумывая вот эти вот рецепты с водой и сахаром. То есть речь шла о количестве, но никак не шла о качестве. Отсюда и пошли все эти мифы. А теперь давайте поговорим, что влияет на хранение и сохранность вина. Ну, домашнего, да. То есть у нас с вами домашнее вино – это вино все-таки сделано по технологии. Да, сахар иногда может добавляться, но воде, еще раз повторю, в вине не место. Так вот, на сохранность как раз-таки влияет то, как этот напиток был сделан. Из ролика в ролик я как попугай повторяю, что виноград – уникальное растение, и вино – уникальный напиток. Изначально природой там уже все предусмотрено. И в большинстве случаев, ну, бывают, конечно, отклонения, да, но в большинстве случаев, если мы не мешаем, если мы не вмешиваемся, то вино само себя и сохраняет, само себя и консервирует. Но консервирует не только за счет спирта, а за счет кислот и за счет вот этих тонинных вяжущих веществ, которые в этом самом вине находятся. Все это вместе является консервантом, да, который сохраняет вино от порчи. И вот здесь, как только мы добавляем воду, что такое вода – это разбавление? Мы нарушаем вот эту кислоту, мы даем возможность всем, тем, кому вот эта кислота сдерживала, да, размножиться и наше вино испортить. То есть вот этим всем мы убиваем защитные свойства. Конечно, я уверена, сейчас уже у многих потянулись ручки к клавиатуре, и сейчас напишут такие комментарии. Да что ты сказки рассказываешь, там вино замечательно хранится. Тут давайте с вами еще поговорим о двух вещах. Как бы хранение и сохранность. Сейчас я немножко поясню, может, неправильно подбираю слова, что я имею в виду. Оно может, допустим, храниться, то есть не испортиться, да, но оно может, ну, скажем так, умереть, потеряв свои все лучшие свойства. Сейчас я вот открою эту бутылочку, да, и поясню, что я имею в виду. Бутылка с этикеткой, мы вино делаем для себя, поэтому мы используем, понятно, бушные бутылки, моем их, чистим, и я не отмываю этикетки, я просто не трачу на это время. Время у нас очень ценный ресурс, поэтому мы это не убираем. Так, открыли. И наливаем. Ставим поближе. Лампа, правда, отражается, да? Пожалуйста, обратите сейчас внимание на цвет того напитка, который вы видите в бокале. Теперь смотрите, я еще поставлю контровое освещение. Что вы видите? Сейчас будет замедленно, да, я сделаю. Теперь смотрите, я еще поставлю контровое освещение. Что вы видите? Сейчас будет замедленно, да, я сделаю. Но, видите, цвет какой он. А теперь, если вы считаете, что ваше вино классно хранится, вот оно у вас там 2-3-5 лет, налейте его в бокал и скажите, какого оно цвета. Если оно такое, вы молодцы. Но зачастую вот это вот якобы хранящееся вино будет примерно вот такого цвета. Здесь фотография, вот этот более рыженький бокал. Все равно цвет теряет. Оно становится бледным, оно становится кирпичным. Сейчас расскажу, почему так происходит. Вставлю сюда еще одну фотографию. Посмотрите на это фото. Оно было сделано мной. Это наше же вино из тех же сортов. Сделано лет 5, наверное, назад. Может, чуть меньше. Тогда мы еще делали второе вино, вторичное. И смешивали первое и второе. Это вот вино на этой красивой фотографии. Меньше года. Эта фотография была сделана весной в мае. Вот этому вино. Два года. Но урожай 21. Видим цвет. А теперь рассказываем, что. Опять же, когда мы делаем вино правильно, да, когда мы не разбавляем его ничем, когда мы соблюдаем технологии, вот, у нас цвет сохраняется. Когда мы начинаем все разбавлять, мы разбавляем в том числе и цвет, мы способствуем окислению тех веществ, которые находятся в вине. И таким образом происходит потеря цвета. Но это не самое страшное. Происходит потеря вкуса. И, как правило, вот эти вина, вот еще раз я вставляю эту фотографию, где обычное вино и вторичное, там уже вкуса нет. Там есть спирт. То есть, ну, опять же, если цель выпить, да, пожалуйста. Ну, там кроме спирта особо ароматики нет. Хотя там немножко есть. Были такие тона, какие-то модерны. Но все равно пить такой напиток. Вот мясо мариновать отлично. Мы его на то и запустили. То есть, напиток уже жил свое. Поэтому важно не просто сохранить вино, чтобы оно не испортилось и не заболело. А важно сохранить его качество. Вкус, аромат и дать развиться. И вот повторю еще раз, да, вино два года. Вы знаете, что интересно, что запах практически свежего винограда, он сохранился. Вот оно такое яркое. Вот вкус такой очень интересный. Я показывала дегустацию этого же вина, наверное, в марте, может быть, в феврале. Там чуть больше было из-за больных ноток. А сейчас их стало несколько меньше. Но вино такое получилось очень округлое. Тонкое, легкое, приятно, ароматное. То есть, это не вода. Это не что-то, потерявшее свой вкус. Просто сам по себе вкус округлился, стал более комплексный. Там чувствуются какие-то черные ягоды. Немножко черной рябины. Такой вот вяжущей. Вяжущей, но совсем легкой. Я часто рассказываю, что я не люблю тони на вине. Вот здесь они такие очень легкие, очень приятные. Вот сейчас немножко подержу, чтобы оно погрелось. Потому что, когда я его с погреба достала, я его положила в холодильник. И не было времени снять ролик. Поэтому оно несколько дней полежало в холодильнике. А так оно хранилось в погребе. Так вот, опять же, возвращаясь к хранению и сохранности от того, как мы вину делаем, будет зависеть то, как оно будет храниться. Значит, по крепости, по алкоголю здесь порядка 11-12% спирта. Потому что сахар начальный был в районе 20 бригс. И вот мы при этом получаем такой алкоголь. Никаких закреплений, ничего абсолютно не нужно. Если мы соблюдаем технологии, если мы не разбавляем водой, если мы даем вину нормально отбродить, не мешаем ему, не сыплем там сахара бесконечно, то все будет прекрасно сохраняться. Значит, касательно еще такого мифа, как то, что вино со временем переходит в уксус. Нет, вино со временем не переходит в уксус. Несмотря на то, что это тоже миф тиражируется очень активно. Даже как-то я смотрела экскурсию с какого-то винзавода, где девочка на полном серьезе рассказывала, что вино со временем переходит в уксус. Для того, чтобы понимать, когда вино переходит в уксус, надо немножко почитать про уксусную бактерию. Так вот, уксусным бактериям нужен кислород. А в закрытой бутылке его слишком мало, для того, чтобы вино превратилось в уксус. Более того, те, кто хочет сделать уксус, у них не всегда получается, даже когда мы оставляем вино в открытой емкости надолго. Бывает так, что вино окисляется, оно опять же может потерять. Свой цвет основной, да, стать более кирпичным, более коричневым. Это не факт, что оно в уксус превратится. Да, такое тоже бывает. Потому что есть куча еще защитных всяких веществ, которые помогают вино сохраниться. Да, вино может не испортиться, но оно может умереть. Опять же, когда оно умирает, вы можете хоть сколько угодно его спиртом закреплять. Но если вы его разбавляли, то хранение никакого сохранности, да, особо не получится. Ну, кто-то считает, что это вино, опять же. Каждый может считать то, что он хочет. Но как понять, да, потенциал развития, на сколько оно может храниться? Смотрите, чем более оно концентрированное и в плане кислоты, и в плане там танинов и всего остального, тем больше у него потенциал хранения. То, что все это. С одной стороны, и консерванты, и те вещества, которые дают вину в жизнь. Если вино легенькое, жиденькое, то оно может храниться меньше, но тоже не всегда. Год назад, да, год назад я показывала тоже дегустацию вина из сорта «Реформ». И это был урожай 19-го года. Показывала в 22-м. И тоже оно прекрасно сохранилось. И оно было прямо вот в своем рассвете. А может быть даже еще. Не в рассвете, кто знает, что было бы дальше. Но было немного бутылок. И вообще она сохранилась совершенно случайно. У нас даже своего там погреба не было. Я к родителям отнесла, положила. Туда брали-брали бутылки, одну забыли. Потом я случайно полезла к ним в погреб, там за своими баночками с вареньями. И обнаружила ту бутылку вина, которую мы потом благополучно выпили. То есть храниться может. И сохранять свои лучшие качества домашнее вино тоже может. И может достаточно долго. Вот это, опять же, да, это не конечное развитие. Вот когда бы он чуть-чуть потерял еще цвет, такой перешел в более рубиновый, может быть, да, более такой гранатовый. Вот тогда бы уже можно было говорить о том, что, наверное, скоро ему уже такое вино подойдет к финишу. Ну, вот опять же, надо пробовать. И я вам очень рекомендую по возможности оставляйте несколько бутылок и смотрите потенциал. Только так вы это можете оценить. То есть, с одной стороны, это зависит от сорта, но в большинстве своем это еще зависит от того, как вы вино делали. Если вы делали по рецепту, то вряд ли что-то у вас сохранится. Если вы делали по технологиям, если вы понимаете, что такое вина и технологии, то ваши вины могут храниться, я даже вам не скажу, сколько лет. Скорее всего, что много и много, и уж точно не два и не три, а вполне вероятно больше. И еще раз повторяю, что для хранения домашнего вина его не надо закреплять. Его надо просто делать с пониманием. Его надо делать с технологиями. Его надо делать из хорошего качества. Но винограда, если что-то там немножко не так, то у винодела есть инструменты для того, чтобы улучшить качество исходного сырья. И соблюдая все это, вполне реально в домашних условиях получить долгоживущее, классное и вкусное вино. Пока говорила, сейчас тоже кто-то напишет, что напилась уже. Немножко отвлеклась, потому что вот видите, бокал на каком расстоянии. Запах. Сейчас оно стало раскрываться, нагреваться. И прям такой вот ягодный яркий запах. Он настолько чувствуется. Видите, расстояние, да? Всего лишь с такого бокала. Какие-то еще, как мне кажется, на паке ванили появляются. Вместе с ягодными тонами. Еще пару слов о технологии приготовления данного конкретного экземпляра вина. 2021 год. Холодная весна. Урожай так себе набирает сахар. И это был тот год, я много раз уже рассказывала про эту технологию, как улучшить качество вашего винограда. Перед дождями я все срезала, сложила в ящики, занесла в родительскую баню. И парила. Там виноград 40, 40-42 градуса. В парилке двое суток я поддерживала температуру для того, чтобы повысить уровень сахара, снизить несколько уровней кислоты. Некоторые тоже считают, что там все происходит за счет увяливания. Ребро Гайон, теория и практика виноделия, не вспомню точно, в каком томе. Технологии это детально описывается. И все процессы, которые там происходят, тоже детально описываются. Потеря воды при такой температуре и при таком коротком воздействии на самом деле минимальна. Хотя у разных сортов он может быть разный. И там ханка, мускат, блау. Если бы вам не сказали, то вы бы и не знали, что ягода вообще подвергалась какому-то воздействию. Но вот зилга, наверное, в меньшей степени, а тогда еще симоне там был. Вот симоне несколько подвялился, влагу потерял. И когда мы дробили виноград, муж мне говорил, что, Свет, наверное, что-то ты сделала. Не то, посмотри, какая каша, что мы с этим будем делать. Реально была каша. Если смогу найти ролик, показать, что это была за каша, то вставочка будет. Но если не смогу, то уж извиняйте. Невозможно тоже хранить такие объемы информации. Огромные. Так вот. Поставили бродить эту кашу. И буквально, как только шапка поднялась, забродила, все. Но там появилось хорошее, классное сусло. Шапка отделилась, и никакой каши не было. Опять же, к мифу, что надо воду добавлять, потому что сусло густое. Еще раз повторяю, еще раз, еще раз воде в вине не место. Если вы считаете по-другому, опять же, считать ваше право, но к вину это не имеет никакого отношения. Дальше. Это был первый год, когда мы купили. Вот этот участок и этот дом. И все оставили здесь бродить до весны. Один раз сняли с осадка. И до весны это все у нас прекрасно бродило. Потом весной сняли еще всего лишь с одного осадка и разлили по бутылкам. Вот такая история этого вина. После этого она лежала в подвале. Мы его периодически попивали, и вот это уже осталось последняя бутылка урожая того года. И также предвижу ваш вопрос, что так все-таки какой процент спирта должен быть в вине для того, чтобы оно хранилось. Но весь ролик я вам пыталась пояснить, что важен не только спирт, важны и все остальные составляющие, то, как вы это вино делали. Да, спирт в каком-то случае вам может помочь избежать порчи этого вина, но спирт не спасет ваше вино от старения и умирания. Более того, есть такое правило Делли. Оно справедливо для крепких вин, для десертных вин, и оно говорит о том, что примерно 16% спирта и 16% сахара вино полностью законсервируют. На этом и основывается в принципе изготовление крепких десертных вин, но дело в том, что и в правиле Делли бывают исключения, и такие вина тоже могут портиться. Да, вероятность порчи довольно низкая, но тем не менее такие случаи известны науке, это достаточно распространенное явление. И несмотря на то, что 16% спирта и 16% сахара вроде бы высокие такие показатели, тем не менее даже такие вина подвержены порче. Да, может быть не так часто, но в науке это известно, в науке это описано, и наука знает о том, что правила Делли работают не всегда. Отвечая на вопрос, сколько нужно спирта. но даже с низким спиртом, если мы делаем вина аккуратно, если мы соблюдаем чистоту, если мы не ждем, пока мухи полетят, если мы используем чистую посуду, я не склоняюсь к полной стерильности, полная стерильность невозможна, но надо использовать все равно посуду чистой, и особенное внимание уделять шлангам. Вот то, что является основным источником заражения ВИН, основным источником болезни, это шланги, потому что там сохраняется влага, и там всем этим неблагоприятным микроорганизмам очень хорошо размножаться в шланге, обязательно мыть прям очень-очень хорошо, и желательно дезинфицировать, тем же спиртом можно, я дезинфицирую содовым раствором, можно раствором сиро все это делать. Так вот, чистая посуда, чистота в принципе, еще раз повторяю, что понимание технологий использования качественной ягоды, здоровой ягоды, ни в коем случае не подгнившей, это все вместе позволит вашему вину сохраниться, даже если там будет невысокий спирт, и наоборот, если вы не понимаете, что вы делаете, то даже высокий спирт вас не спасет. Да, вино может не испортиться в плане заболевания, но она просто проживет очень и очень короткую жизнь. Ну, тут, конечно, все зависит от того, какие у кого цели, да, кто-то делает вино и пьет его для удовольствия, кому-то важно просто спиртосодержащая жидкость. Опять же, выбор за каждым. Если мы хотим делать хорошо, то мы просто этому учимся, осваиваем технологии и получаем классные, хорошие, долго хранящиеся вины. Надеюсь, ролик был вам интересен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, под видео нажал кнопку «Еще», ссылка на плейлист по домашнему виноделию, где есть много очень интересной и полезной информации, ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. До новых встреч!